Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас на нашей сегодняшней встрече. Тему встречи вы видите на экране. Вы видите на экране наши контакты, то есть адрес телефона, электронная почта, телефон, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Мы будем очень рады оказать вам любую помощь, то есть вы можете задавать какие-то вопросы любым удобным для вас способом. В этом случае мы сможем более предметно вам ответить уже касательно вашей конкретной ситуации. Ну и соответственно будем рады предложить любые услуги, которые касаются работы с семейством, с программами семейства 1С. Видно экран? Да. Итак, на что обратить внимание? То есть если вы хотите изменить систему налогоблажения, например, потеряли право на упрощенку и так далее, то соответственно заходите и изменяете нужный раздел. Особенно в этом разделе нас интересуют настройки учета и соответственно налоги, которые связаны с вашими изменениями. И второй момент, то есть кроме этого нас будет интересовать в настройках организации еще и закладочка зарплаты кадров. Значит, соответственно здесь вам нужно проверить, все ли у вас соответствует вашим текущим реалиям, если можно так сказать. И в обязательном порядке проверить воинский учет. Почему я на нем заостряю внимание? Потому что в этом году по воинскому учету были достаточно ужесточены требования. Но вы сами знаете, что у нас проходила мобилизация. Соответственно вспомнили и про воинский учет, и про его введение, и про отсутствие его введения, и про штрафные санкции. Поэтому воинский учет нужно в обязательном порядке проверить, и чтобы он у вас соответствовал, так сказать, текущему дню. И еще один момент достаточно важный, поскольку были изменения и в регламентированных отчетах, формах, и были применены новшества. То есть у нас были объединены фонды, и теперь у нас отчетность сдается в единый фонд. То надо обратить внимание на то, чтобы у вас был актуальный релиз конфигурации. Посмотреть это можно вот по такой пиктограммке. То есть пиктограммка И всегда обозначает, что это какие-то информационные данные. Мы переходим и смотрим, какая у нас версия платформы и какая у нас версия конфигурации. То есть сейчас мы будем с вами смотреть в редакции 2, 5, 10, 38. Это достаточно новый релиз, но не последний. То есть сейчас есть уже более поздние релизы. Посмотреть можно вот по пиктограммке колокольчик. И здесь обычно уведомления, которые касаются каких-то сведений о программе. То есть в нашем случае вы видите последний релиз этой конфигурации, который сейчас выпущен. Ну, естественно, если вы готовите отчетность регламентированную, то нужно посмотреть, чтобы последние релизы были у вас установлены, чтобы вам не пришлось мучиться с устаревшими формами отчетности или с какими-то устаревшими показателями. Сейчас мы снова возвращаемся с вами к слайдам и переходим на другой слайдик. То есть это у нас опять же ERP и опять же то, что я вам уже говорила, разделы зарплата и разделы кадры. Почему это важно в нашем случае? Потому что сейчас мы снова перейдем на демо базу, пока я буду рассказывать. Потому что в этих разделах задается, так сказать, основная информация, основные функциональные блоки, которые будут активированы при работе. Если, например, у нас в бухгалтерии все гораздо проще, то есть там все, так сказать, что заложено в программу, мы видим сразу, то в ERP необходимо проставить чекбоксы, то есть вот такие вот галочки на тех разделах, где необходимо вам будет работать в этом году. И, соответственно, в этом случае функциональные разделы активируются, появляются дополнительные блоки для ввода информации, дополнительные блоки для аналитики и так далее. То есть мы с вами должны просмотреть эти все настройки и, соответственно, выбрать те, которые у нас не достает. Это вот мы с вами смотрели заработную плату. И точно так же мы с вами должны посмотреть кадровый учет. А вот в кадровом учете у нас есть одна фишечка, которую тоже необходимо помнить. То есть, видите, вы используете какие-то определенные функционалы, уже настроенные сейчас в нашей демонстражке. И после этого нам надо обязательно проверить воинский учет. Почему про воинский учет? Еще раз акцент. Потому что как только вы проставляете вот здесь флажочек, у вас появляется блок отчетности для военкоматов, то есть по воинскому учету. Пока у нас стоит один флажочек, то есть что мы ведем воинский учет в программе, у нас появляется одна отчетность, то есть одна форма отчетов. Если мы проставляем вот здесь еще один флажочек, то это значит, что наше предприятие работает с бронированием граждан на период мобилизации. И в этом случае у нас добавляется еще один бланк отчетности, то есть там будут бланки 9, 16, ну, в соответствии от того, что мы активируем. Ну и, соответственно, просмотреть остальные бланки тоже не окажется лишним. Снова возвращаемся к нашим вебинарам, к нашим слайдам, так сказать. И вот то же самое мы сейчас посмотрим на блоке не ERP, а уже на ZUP. То есть обратите внимание, вот слайдик вы сейчас видите, это подраздел зарплата, то есть уже не нормативные справочные информации, а уже именно блок расчетной зарплаты. И вот каково его строение. То есть мы видим расчеты, выплаты, начисления, отчеты, которые мы можем посмотреть. Это мы с вами видим в ERP. А вот сейчас мы переключимся на слайдик, который сделан из программы зарплаты управления персоналом. Как видите, они практически одинаковые. Точно такой же есть раздел зарплата. Точно такие же здесь есть разделы отчеты, дополнительные расчеты, все начисления. И здесь, соответственно, перечислены пункты, которые мы можем использовать в повседневной работе. То есть практически строение этих блоков. Сейчас я переключусь на заработную плату. Это вы видите рекламная заставочка, что у нас тут много всего сейчас происходит. И блок заработной оплаты. Вот вы видите, он практически идентичен. То есть по функционалу не отличаются. Есть небольшая разница в компоновке, поскольку разделы-то здесь у нас немножечко отличаются от ERP. Но, тем не менее, функционал одинаковый. Поэтому, если вы работаете, например, в блоке ERP, то вы спокойно сможете работать и в блоке из конфигурации зарплата и кадры. Поэтому к зарплате и кадре я сегодня буду обращаться немножко меньше. Больше мы будем смотреть на примере ERP. Но, тем не менее, чтобы вас не смущала разница в этих программах, на самом деле, по функциям они одинаковы. Снова возвращаемся к нашим слайдам. И теперь у нас еще есть вот такая информация. То есть все, в принципе, знают. На самом деле, к сожалению, очень много вопросов это вызывает. Это объединение фондов. То есть объединение пенсионного фонда и фонда социального страхования. То есть, как вы знаете, в прошлом году был подписан этот документ. И с нового года у нас теперь имеется новый фонд, объединенный, то есть фонд социальных начислений. Этот фонд будет объединять, собственно говоря, функции пенсионного и социального страхования. То есть в него сосредоточены все пособия, все отчеты, которые мы сдавали раньше. То есть СЗВ, ТД, СЗВ, РСВ и так далее. Это то, что касается пенсионного страхования. И, соответственно, все, что касается оплат больничных, декретных, ну, то есть социальных пособий. То же самое у нас теперь будет в одном фонде. Но, как обычно, к сожалению, бывает, что вроде сделали хорошее дело. Вместо четырех отчетов мы теперь сдаем один отчет. Но, тем не менее, ложечка дегтя в этом все равно присутствует. Потому что некоторые отчеты, которые входят теперь в общий отчет, в объединенный фонд, мы вынуждены будем сдавать несколько раз. То есть, например, при приеме или при увольнении на работу мы должны подать сведения о сотрудниках на следующий день после увольнения, например. А если у нас, скажем так, таких внеплановых событий не прекращается, не предусмотрено, то мы должны подавать отчет в объединенный фонд до 25 числа. Но если вдруг вклинилось увольнение или прием на работу, то, соответственно, мы должны будем подать уже отчетность на следующий день, например, после увольнения. То есть, если у нас несколько таких было операций, то, соответственно, и подать этот отчет мы должны будем несколько раз, соответственно, в разные сроки. Это, в общем-то, достаточно неудобно, к сожалению, но тем не менее. Следующая информация – это по изменению самих показателей. То есть у нас изменяется база для расчета страховых фондов. Она теперь будет единая и для пенсионного фонда, и для медстраха, и для соцстраха. Ну и, соответственно, в случае, если у сотрудников получаются декретные, если отпуск по уходу за ребенком и так далее. То есть теперь база у нас будет общая для всех вот этих фондов. И, соответственно, уже не надо будет держать в голове несколько разных показателей. Обратите внимание вот на эту строчечку. То есть это постановление у нас датировано 25 ноября. И, соответственно, определена новая база – 1 917, которая будет применяться для расчетов с 1 января. И здесь у нас будут изменены еще тарифы. То есть если превышен или не превышен предельный размер базы. То есть тариф будет зависеть от этого. То есть мы будем применять либо основной тариф, либо дополнительный тариф. Про размеры мы еще поговорим немножко позже. Но вот единственное, что остается неизменным – это несчастное страхование. То есть несчастное страхование зависит от вида деятельности. То есть это травматизм. И в 2023 году эти тарифы пересматриваться не будут. То есть если вы применяли, например, в 2022 году тариф 0,2, то также 0,2 у вас он и останется. Но разброс по тарифам достаточно большой. Может быть и 0,2, может быть и 8. Ну то есть достаточно большая разница. Следующий момент – как эти тарифы будут выглядеть. То есть стандартный тариф – это у нас 30%. Обратите внимание, в пределах МРОД по каждому работнику или ИП. То есть взносы, которые должно заплатить предприятие, будут составлять 30%. А 15,1% – это будет тариф, который будет в случае превышения МРОД. То есть сейчас у нас МРОД порядка 16 тысяч. А если у вас сотруднику начислено больше, то есть он, например, получает там 30 тысяч, то, соответственно, стандартный тариф в пределах МРОД будет 30%, а все, что сверх этого МРОД, будет уже облагаться по ставке 15,1%. Собственно говоря, эти тарифы, они, в общем-то, приравнены к текущим. Ну, приравнены – это условное определение, но близко к текущим. Но, опять же, повторюсь, несчастное страхование сюда не будет входить и будет, как и прежде, зависеть от АКВЭДа, то есть от группы профессиональных рисков. Сейчас эти тарифы тоже повышены, то есть предельная, как мы уже посмотрели, предельная величина изменилась, и вместо 1,565,000 рублей у нас теперь 1,917,000 рублей. Кроме этого, нужно обязательно учитывать, что у нас были введены обязательные применения новых ФСБУ. То есть у нас в 2022 году обязательными для применения были 6 ФСБУ – это по основным средствам, 26 ФСБУ – пока вложением эти 2 ФСБУ у нас должны были быть приняты одновременно, поскольку в первом, в шестом ФСБУ у нас описывается правило работы с основными средствами, что относятся, что не относятся, как оцениваются. А в 26-м у нас уже были требования по стоимостному выражению и по тому, что входит или не входит состав затрат. Еще одну ФСБУ, еще новая, как бы это ФСБУ 27-2021, оно у нас касается документа оборота, и с середины этого года оно будет уже обязательным, мы к этому вернемся. И 25-е ФСБУ по аренде, которая немножко раньше начала действовать. Ну, соответственно, вот эти ФСБУ вам нужно проверить, чтобы были указаны в учетной политике. И еще один момент, поскольку многие из них могли быть применены добровольно, то действовал переходный период. И, соответственно, переходный период у нас был в 22-м году. То есть это касается ФСБУ 6 и 26. И, соответственно, когда вы будете просматривать учетную политику на 23-й год, нужно проверить, чтобы переходный период в настройках был отменен, поскольку он прекратил свое действие. Ну, и еще один очень важный момент – это то, что штрафные санкции тоже изменились. Я сейчас на этом делаю акцент, а потом еще немножко мы про штрафные санкции поговорим, когда будем заканчивать нашу встречу, потому что там есть информация, которую тоже надо учитывать. То есть, ну, во-первых, достаточно сильно изменились тарифы на штрафы, а во-вторых, изменились порядок санкций. То есть вы видите, вот здесь у нас есть колоночка, как было в 22-м году и как будет в 23-м году. То есть сумма штрафа за то, что вы не предоставите какие-то сведения о работниках, то есть это персонифицированный учет, практически такой же, как и был – 500 рублей за каждого работника. А вот сроки уплаты штрафов у нас изменились и стали, ну, может быть, где-то более демократичными. То есть в 22-м году и в течение 10 календарных дней после того, как мы получили требования от налоговых инспекций, необходимо было уплатить указанные суммы. И, соответственно, тогда у нас не применялись, так сказать, более жесткие меры взыскания. В 23-м году у нас дается 20 календарных дней на оплату после получения требований Единого социального фонда об уплате штрафов. И самое основное, что теперь у нас эти штрафы стали как при применении штрафа ГИБДД. То есть если мы укладываемся в срок 20 календарных дней, который нам отведен, то в этом случае мы имеем право заплатить половину штрафа. То есть 50% от суммы, указанной в требовании. В прошлом году у нас такой возможности не было. То есть были 10 календарных дней. И будьте любезны, заплатите полностью всю сумму. И более мягко стали относиться к тому, что если, например, правонарушение какое-то осуществлено в первый раз, ну мало ли там выпало на праздники, и бухгалтер неправильно посчитал дату, когда надо подавать отчетность, то в этом случае предприятие имеет право подавать упрощенку, уточненку так же, как и раньше мы имели право. В течение пяти дней с даты получения уведомления, то есть налоговая может прислать требования об устранении нарушений. В этом случае у нас есть пять дней, так сказать, на реабилитацию. Или наоборот, если бухгалтерия самостоятельно вывела какие-то ошибки допущенные, ну или фонд проводил камеральную проверку, в этом случае организация может подавать заявление, что просим смягчить наказание, так как впервые ни разу больше ни шагу налево, то есть мы будем хорошими. И в связи с этим налоговые органы могут смягчить наказание, либо вообще отменить штрафы, ну то есть в этом случае более демократичный подход. Следующий момент, про который мне хотелось бы поговорить, это про изменения, которые у нас произошли в налоговом кодексе в связи с изменениями, ну то есть вот в связи с объединением фондов и изменением системы начисления взносов. То есть, во-первых, с 1 января этого года у нас отменяется пункт 2, 422 статьи. По этому пункту у нас раньше не облагали страховыми взносами или обязательным страхованием на период нетрудоспособности. Обратите внимание, это не трудоспособность, не несчастное страхование, а именно больничные, декретные и так далее, которые касались выплат по гражданско-правовым договорам. То есть раньше у нас по гражданско-правовым договорам взносы на временную нетрудоспособность, страховые, не применялись к таким договорам. Теперь у нас это положение отменено, и гражданско-правовые договора облагаются страховыми взносами абсолютно так же, как и обычные сотрудники. Единственное здесь условие, на что нужно обратить внимание, что исполнитель по такому договору в нашем случае не должен являться самозанятым лицом. Самозанятыми у нас немножко другие взаимоотношения. Сейчас мы говорим именно о работниках, либо которые по трудовому договору, либо которые по гражданско-правовым договорам. А вот единственная оговорка, что в этом случае у нас будет стоять одно условие. Если, например, наш подрядчик работает по гражданско-правовому договору, и в предшествующем году, например, вот в этом году произошел какой-то страховой случай, то в этом случае мы должны сравнить, являлось ли покрытие прошлого года больше, чем стоимость страхового года. Раньше такие сотрудники не имели права на получение денег по больничным листам, поскольку они не были застрахованы в рамках соцстраха. То есть у них не было вот этого страхования, и, соответственно, они могли либо сами заплатить соцстрах, стоимость страхового взноса, она была порядка 4 с хвостиком, либо они ни больничных не получали вовсе, то есть ни декретных, ни обычных больничных. Сейчас эта ситуация изменилась, но на это стоит обращать внимание тоже отдельно. Еще один момент. Это то, что у нас сейчас произошло, объединение фондов, и второе, введен единый налоговый платеж. На самом деле у нас в этом году зарплата получается достаточно экстремальная за январь месяц, поскольку и объединение фондов, и единый налоговый платеж, и, соответственно, изменение правил заполнения платежных поручений, то есть достаточно много экстремальных развлечений. Значит, поскольку единый налоговый платеж вносится для всех налогоплательщиков, то есть это безальтернативная уплата налогов и страховых взносов, то изменились и правила оформления платежных поручений, и правила работы с единым налоговым платежом. Первоначально было спланировано, что единый налоговый платеж становится обязательным для всех, и, собственно говоря, дальше все хорошо, как обычно на бумаге, то есть мы платим в объединенный фонд, и налоговая сама раскидывает по нашим получателям, то есть налоговая служба или новый фонд. А на практике получилось две достаточно серьезных вилки. То есть первая вилка связана с тем, что ввели в экспериментальном режиме автоматическую упрощенную систему налогообложения. АУСН. В этом случае для применения такого режима было ограничение, что его не могут применять предприятия, которые осуществляют единый налоговый платеж. Но, с другой стороны, наше законодательство объявило, что все переводятся в принудительном порядке, так сказать, на безальтернативную форму уплаты налога. То есть получается, что в этом случае все предприятия, даже те, которые попадают под критерием автоматически упрощенной налоговой системы, ее применять не смогут. В этом случае вышли из положения таким образом, что предоставили возможность. Вы можете с нового года выбрать, либо вы применяете единый налоговый платеж путем уведомления в налоговую инспекцию, то есть вы отсылаете в налоговую инспекцию уведомление на какой налог или страховой взнос, какая сумма должна быть начислена, или вы, как и раньше, направляете в налоговые органы отдельные платежки по каждому налогу. То есть в этом случае налоговики точно так же, как и при получении уведомления, самостоятельно производят зачисление поступивших средств, уже перечисление их в нужные фонды. Значит, здесь нужно сказать вот о чем. Для того, чтобы была возможность перечисления таких налогов, с нового года каждому предприятию присвоен единый налоговый счет в казначействе, на который будут поступать средства. То есть этот счет не надо было открывать самостоятельно, он открывался централизованно, и, собственно, за каждым предприятием был закреплен индивидуальный счет. Ну, соответственно, среди денежных средств, которые на этот счет будут поступать, списываться с этого счета будут в следующей последовательности. Вы видите ее на экране. То есть первое – это, естественно, погашение недоимки в хронологическом порядке. То есть сначала погашаются наиболее ранние задолженности, ну и потом более поздние. Соответственно, будет из поступивших сумм производиться уплата налогов, авансовых платежей и сборов страховых, ну и, соответственно, какие еще ваши предприятия должны заплатить. В этом случае большой плюс, что можно делать зачеты. То есть мы можем за счет, например, переплаты по страховым взносам гасить недоимки по налогам и по федеральным, и по региональным, то есть и по НДСу, и по прибыли. Раньше мы могли, допустим, делать взаимозачеты только между, например, только, если мы хотим зачесть федеральный налог, то можно было в счет федеральных налогов, а страховые взносы только в счет страховых взносов. Ну, то есть было больше ограничений. Ну, и плюс, естественно, сюда же будет входить и уплата пеней, уплата процентов и уплата штрафов. Еще один момент, который касается уже правил заполнения платежных поручений. Это у нас будет правило заполнения самого документа платежного поручения и изменения кодов, которые в нем должны быть указаны. То есть сейчас в поле 101, когда мы делаем налоговые платежки, указывается определенная информация. В распоряжении об уплате налогов оно будет упразднено, точнее, оно уже упразднено. Ну, конкретно отменяется статус 0.1, то есть это когда оплательщики организации 0.2, когда это были налоговые агенты. Ну, и, собственно, 13 – это когда были индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и так далее. То есть сейчас вместо этих кодов будет указываться единый код, то есть будет значение 0. Кроме этого, у нас для 101 поля имеются еще и статусы. То есть 32 – это плательщик физлица, ну, то есть вот вы видите уже кодовые кодовые сведения. Теперь давайте с вами посмотрим само платежное поручение. То есть если мы хотим с вами заполнить платежку на уплату единого налогового платежа, вот наш код, вы видите, это статус плательщика. И КБК. То есть это, допустим, вот таким образом мы можем заполнять платежку, когда мы хотим подавать сведения в налоговые органы платежными поручениями. Здесь, сейчас мы вернемся еще раз к самим бланкам. То есть, как вы видите, на слайдах указано, в каком поле должна содержаться какая информация из новых документов. То есть, где у нас должен указываться акт МО и где у нас поле 107, которое показывает, что это у нас, за какой период мы хотим. То есть, например, месяц 2023 года, первый месяц, то есть за январь месяц, в остальных у нас проставлены нули. И, соответственно, вот этот код, который мы с вами уже на предыдущем слайдике посмотрели. Снова вернемся к информации, даже, наверное, вот к этой. На какую тонкость хотела обратить внимание? Несмотря на то, что сейчас предоставили возможность подавать сведения на выбор организации, то есть, либо составлять налоговое уведомление, которое должно отправлять контролирующие органы, либо платежное поручение, здесь есть одна такая тонкость. То есть, если вы начали подавать, например, платежное поручение, а потом случайно ошиблись и вместо него послали налоговое уведомление, то в этом случае перейти обратно на уведомление платежными поручениями вы уже не сможете. То есть, как только вы применили налоговое уведомление, с этого момента у вас уже другого, так сказать, пути не будет. Вы должны будете подавать именно налоговое уведомление. Ну, здесь вы видите на экране описан еще порядок формирования именно платежек, где что заполняется, и переходный вариант, это именно вот то, о чем мы только что проговорили, это переходный вариант, это заполнение платежных поручений старым, добрым, привычным способом, который, конечно, очень увеличивает трудоемкость работы бухгалтеров, но, с другой стороны, может быть, где-то более привычно, или, например, если у вас еще не настроены работы с новыми уведомлениями, или своевременно не обновлена конфигурация, вы можете обойтись и таким вот способом. Ну, а в последующем такая платежка будет уже как бы возможность переходного периода применения такого способа в переходный период, в последующем будет устранена. Еще одно, что, еще один момент, который стоит учитывать, что переходный период принимается длительностью один год. Вы видите информацию, которая касается того, что если вы перешли из заполнения платежных поручений в заполнение уведомлений, то обратной дороги вам уже не будет. То есть, в любом случае, при отправке что платежных документов, что уведомлений, у вас средства, которые будут направляться на погашение налогов и сборов, будут проходить через единый налоговый счет, а уже с этого единого налогового счета будут переводиться на конкретные КБК и соответственно на погашение на пеней, налогов, штрафов. Ну, то есть, та информация, которую мы уже с вами проговорили, визуализирована для улучшения восприятия, если можно так сказать. То есть, как вы видите, это мы еще даже не дошли до заработной платы, это только административно, организационные моменты, которые вам нужно учитывать при начале работы с заработной платы в этом году. Но, кроме этого, нужно было еще уделить внимание тому, что делалось сверка по остаткам, то есть, остатки, которые должны были быть перенесены в налоговые органы для каждой организации, для того, чтобы начальное сальдо сформировать. письма с начальным сальдо налоговая инспекция отправляла в основном в ноябре, в декабре, чтобы вы могли сверить сальдо, которое есть у налоговиков, с тем, что есть у вас, и внести необходимые изменения или уточнения. сальдо соответственно, сейчас, с учетом начального сальдо, который налоговая инспекция сформировала, при подаче либо уведомлений в налоговую орган, либо платежных поручений, у вас уже формируется либо задолженность, либо переплата, либо вы вообще идеально работаете и закрываете все в копейка в копейку. Ну, то есть вы уже сами сможете видеть, какие у вас взаиморасчеты с налоговыми органами. То есть сами вы уже не будете распределять эти суммы, это уже будет делать только налоговая инспекция. И, естественно, если вы вдруг подали платежное поручение с распределением сумм начисленных налогов и допустили ошибку, то в этом случае вы тоже теряете право применять платежное поручение. То есть до первой ошибки вы можете формировать платежное поручение на предмет на КБК, так сказать. И если вы промахнулись, то вы уже переходите на режим работы с уведомлениями. А теперь получается следующий момент, мы сейчас перескочим через один слайд и вот почему. То есть сейчас мы поговорим с вами о начислении заработной платы уже в этом году. Здесь у нас ну-ка подникает уже далеко не первый год. Связаны у нас новогодние и погодние праздничными днями, а частично являются переносы одни какие-то другие. Да. То есть 133 у нас установлено, что если работник работал полностью месяц январь, то вообще ну не только январь, но в конкретном разговоре это касается то его заработная плата не быть меньше МРОД. МРОД у нас устанавливают федеральным законом и соответственно с этого года, с 1 января МРОД пересматривают регулярно и с 2022 года он составлял 13 1890 рублей. С 1 июня 2022 года он был повышен до 15 279 рублей. И последний так сказать нормативный акт от 22 сентября прошлого года это то, что с 1 января 2023 года у нас запланирован МРОД в размере 16 242 рубля. Я напомню, что МРОД у нас рассчитывается и применяется в основном для расчета пособий, стипендий, ну то есть различных социальных доплат. Но при этом нужно иметь в виду, что 16 242 рубля это общероссийский МРОД. У нас есть некоторые регионы, которые устанавливают локальные МРОД, которые естественно не ниже федерального, но в основном это касается конечно Москвы, Московской области, Ленинграда, Ленинградской области, то есть они устанавливают повышенные МРОД, которые естественно не выше 16 242 рубля и соответственно если вы располагаетесь в этих регионах, то вам нужно посмотреть какой МРОД вы будете применять при своих расчетах. Еще возвращаемся к пропущенному слайду, говорим именно по количеству рабочих дней, то есть вы видите у меня на экране выдержку из производственного календаря, производственного календаря у нас размещен очень на многих информационных площадках, он есть и в конфигурации 1С, можно посмотреть и в консультанте, в гарантии, ну то есть практически почти во всех юридических и налоговых средствах информации, то есть у нас с вами в январе получается вот видите целая неделя до 8 числа были выходные, но из этих выходных у нас была суббота и воскресенье, это просто выходные дни, не праздничные, значит если у вас сотрудники просто отдыхали, не работали в это время, то они получат при окладе свою окладную часть и допустим если у них не превышен лимит рабочего времени, то они получат в полном объеме свою окладную часть, та же самая история будет и у повременщиков, но если люди в связи с производственной необходимостью в это время работали, то соответственно у них будет получаться, что им за работу либо в праздничные не должны производить доплату, либо еще и в выходные не должны производить оплату, давайте сейчас посмотрим с этим что у нас происходит значит в этом случае окладная часть в январе не изменяется, то есть человек получает свою заработную плату в полном объеме и например бухгалтерия начисляет оклад согласно штатному расписанию, то есть если он 35 тысяч рублей, то человек их и получит. Если мы берем количество фактических рабочих дней, не календарных, то у нас в январе получается всего 17 рабочих дней, поэтому соответственно средний заработок, средний дневной заработок у нас получается выше, чем в любой другой месяц. Та же ситуация и у подчасовиков, то есть точно так же у них получается почасовая ставка выше. Это имеет значение в том случае, если работник, например, либо отдыхал в период, брал отпуск в период новогодних праздников, в этом случае он потеряет что при окладной части, что при почасовой оплате, он потеряет заработки. но если человек, например, работал в празднике, то ситуация получается более интересная. То есть если работник работал с 1 по 8 января, тогда в этом случае с учетом праздничных и выходных дней у него должна быть доплата за каждый день, который попадает под требования 112 статьи Трудового кодекса. То есть это период, в который он выполнял трудовые обязательства. И сумма доплаты будет зависеть от того, превысил работник месячную норму рабочего времени или не превысил. Если месячная норма рабочего времени не превышена, то в этом случае ему сверх окладной части предусмотрена доплата в размере не менее одной либо дневной либо часовой ставки. А если он работал в новогодние праздники, но превысил установочную месячную норму времени, то в этом случае ему доплата должна быть в двойном размере. В случае если он работал в выходные дни, он имеет право потребовать либо оплату за эти часы, либо предоставление отгула. И вот здесь обратите внимание, что если человек брал отгул, то отгул ему соответственно в одинарном размере, то есть ему дополнительно не оплачивается день. Вы видите, чтобы акцентировать ваше внимание, мы выделили это красным шрифтом. в связи с этим хочу напомнить еще один раз про такой достаточно известный документ, на который обычно бухгалтеры обращают внимание в последнюю очередь. То есть когда особенно такие масштабные изменения в трудовом законодательстве, в налоговом, то необходимо проверить ваше положение об оплате труда, то есть правоустанавливающие кадровые документы. Это у нас положение об оплате труда, положение о примировании правила внутреннего трудового распорядка, которые регулируют именно графики работы определенных должностных так сказать единиц. И в положении об оплате труда у каждого работодателя, если есть какие-то особенности расчеты, особенности в расчетах на предприятии, конкретно в январь или допустим в мае, когда также присутствуют праздничные дни, то это должно быть актуализировано и заполнено, то есть информация должна быть актуальной. Ни в коем случае не допускается уменьшение оклада, если человек работал вот в такие месяцы. То есть если у нас в январе 17 рабочих нет, то человек должен получить свои 35 тысяч, независимо от того, что он отработал не 22, не 24 рабочих дня, только 17. Следующий момент, про который мне хотелось бы тоже рассказать, это про дни выплаты зарплаты. Поскольку многие предприятия старались выплатить заработную плату перед праздниками, то есть перед Новым годом, то в этом случае должна была выплачена заработная плата не позднее 30 декабря, потому что 31 у нас был выходной день. А вот если декабрьский аванс платили, например, аванс платили с 28 по 30 декабря, то в этом случае зарплату должны естественно были уже зачислить после Нового года, но не позднее 15 января. То есть есть ограничение, про которое надо вспомнить. Если вы зарплату обычно выплачиваете на 6 рабочий день после окончания месяцев, то в случае января надо посмотреть, чтобы этот 6 рабочий день не оказался позднее 15. То есть в этом случае нужно изменять срок выплаты заработной платы. Если же аванс перечисляли с 16 по 30 или по 31 число, то выплату за вторую половину, то есть с 1 по 15 аванс января обычно может быть начислен меньше, чем среднестатистически в течение года, потому что в этом случае у нас пройдет на момент выплаты аванса только 5 рабочих дней. То есть получается, что люди только вышли с праздников, им должно быть начислено денежное вознаграждение, то есть аванс за первую половину месяца. Еще на что хотел обратить внимание, что сейчас есть очень интересный портал правовых актов, то есть на нем можно проверить, установлены ли у вас, во-первых, последние релизы, во-вторых, установлены ли у вас новые платежные поручения, ну то есть там практически можно посмотреть, какие правовые акты были приняты вот в период уже после нового года, то есть с момента выхода с каникул до момента например сегодняшнего дня. То есть когда мы с вами готовим сейчас платежки по единому налоговому платежу, мы проверяем, что у нас проставляются нули вот в таких полях, то есть 101, 105, 106 и так далее. И соответственно, если КБК, то проверьте, чтобы у вас были, если вы платежками уведомляете налоговиков, куда платить, то проверьте, чтобы были установлены нужные КБК правильные, ну то есть чтобы у вас не ушли документы на оплату, не туда, куда нужно. Еще один момент, это мы уже с вами тоже говорили в начале, это введение ПБУ по электронному документу оборотов. Обязательным оно у нас станет с марта этого года, с марта 2023 года. Значит, вводятся новые цифровые формы. Хочу обратить ваше внимание, что это машиночитаемая доверенность, например, и некоторые цифровые форматы документов, то есть транспортные, например, связанные с грузоперевозками. И в этом случае электронный документ оборот становится в некоторых случаях обязательным, то есть если вы, например, занимаетесь фрахтованием, ну может быть, судов, может быть, вы занимаетесь грузоперевозками, то есть в этом случае путевой лист становится в обязательном порядке, электронном, и об этом обязательно нужно внести сведения в учетную политику, то есть тот раздел, с которого мы с вами начали, это раздел, сейчас я переключусь еще раз в демобазу, то есть напомню, что это у нас раздел инсы и администрирования, и здесь нужно будет просмотреть уже не только кадры и зарплату, но и, соответственно, тот раздел, который затронул ваш бизнес. И последний, так сказать, обязательный вариант это воинский учет, то есть все, что касается зарплаты, у нас касается сейчас еще и бронирования, соответственно, у нас есть начисления, которые касаются мобилизованных сотрудников, членов их семей, есть определенные льготы, которые мы должны для этих категорий граждан использовать, ну и, естественно, требуются настройки, которые необходимо повторить. Еще раз посмотрим с вами слайды, значит, активизируется у нас блок по воинскому учету в разделе инсы и администрирования, это у нас в ЕРП, в этом случае мы переходим в подраздел кадровый учет и проставляем флажки, я вам про них уже говорила, то есть, если у нас ведет в обязательном порядке долг навестись в налоговоинский учет и, соответственно, бронирование или нет рабочих мест. И следующий момент, это то, что на закладочке зарплата и кадры, мы с вами смотрели эту закладочку в самом начале нашей встречи, то есть, закладочку учетную политику мы потрогали, посмотрели и настроили, после этого перешли в зарплату и кадры, поставили, что, посмотрели, что воинский учет, нажимаем изменить, и здесь у нас есть практически вся информация для создания документов по воинскому учету, то есть, в этом случае нам программа сформирует на основании тех данных, которые уже внесены, приказ об организации воинского учета и сформирует план работы по осуществлению воинского учета, то есть, это те документы, которые в обязательном порядке должны находиться, ну, скажем так, одновременно с положением об оплате труда, положение опримирования и так далее. На самом деле, здесь достаточно просто активизировать этот блок и распечатать эти документы. Если вносятся какие-то изменения в регламентированные формы документов, то здесь это будет отражено. Но, слава Богу, пока воинский учет у нас не меняется с такой же скоростью, как налоговый, поэтому достаточно один раз проверить, все это сделать, ну и, соответственно, выяснить, здесь хочу сделать акцент, что когда вы составляете отчетность по воинскому учету, предоставлять ее вы должны в поинкоматы. И вот здесь вот есть маленькая тонкость. Некоторые придерживаются, допустим, общеустановленных документов, но есть некоторые территориальные органы, которые имеют свои собственные разработанные документы. Ну, собственно, фактически смысл этого документа такой же, как и в общероссийском формате, но, возможно, имеются ссылки на какие-то местные локальные органы власти или какие-то аббревиатуры, логотипы и так далее. То есть, во-первых, нужно уточнить форму в воинском комиссариате, по какой форме они принимают отчетность, ну и, соответственно, сроки, потому что сроки, я говорю, у нас там, допустим, не позднее 30 октября, но срок не позднее может быть 1 сентября, 1 октября и так далее. Еще один момент, который касается воинского учета, это какие отчеты и в какие сроки должны быть предоставлены организации для организации военного учета. Организация организации. Ну, то есть, на самом деле, для того, чтобы организовать воинский учет, отчитаться и спокойно спать дальше. То есть, форму отчета включаются сведения о гражданине, который подлежит воинскому учету, когда мы принимаем его на работу или увольняем его с работы. При этом, обратите внимание, что к работе приравнивается и общеобразовательная организация, то есть, если, например, человек проходит у вас какое-то обучение, получает какую-то специальность или еще что-то, то в этом случае воинский учет также должен вестись. То есть, мы поддаем сведения о гражданах, которые подлежат воинскому учету при приеме и при увольнении, которые не состоят на воинском учете, то есть, например, юноши до 16 лет, но которые обязаны состоять на воинском учете, обратите внимание на название методички, которое это регулирует, то есть, это достаточно давнишний документ 17-го года, но тем не менее, он продолжает еще свое действие. И, собственно говоря, план по ведению воинского учета, то есть, вот то, что мы можем сформировать из-за настроек программы, вот еще раз на него сошлюсь, и учет граждан, которые подлежат бронированию. Соответственно, отчет по обычным гражданам, которые подлежат воинскому учету, при приеме на работу мы должны подать в двухнедельный срок, то есть, здесь обратите внимание на нестыковку, то есть, если сведения СЗВТД, СЗВМТД мы должны подать на следующий день после приема или увольнения на работу, то в военкомат мы должны отчитаться об этом же сотруднике в двухнедельный срок с момента события. То же самое касается граждан, которые не состоят на воинском учете, но должны будут быть поставлены, то есть, 15-летние юноши, которые должны будут быть поставлены на воинский учет. Здесь тоже срок две недели, то есть, но две недели не с момента приема на работу, а с момента попадания этих ребят в данную возрастную группу. И, собственно, план работы по ведению воинского учета, вот этот документ должен быть подан ежегодно до 31 декабря, ну, то есть, фактически до Нового года. И поскольку сейчас мобилизационным мероприятиям было уделено отдельное время, отдельное внимание, то в дальнейшем это будет только ужесточаться, поэтому на это надо обращать особое внимание. Ну, еще один момент, который, в общем-то, к начислению заработной платы имеет немножко, может быть, косвенное отношение, но тем не менее, ему уделяется очень много внимания, и, к сожалению, сейчас очень много штрафов по этому поводу. Практически уже два года назад было принято постановление, сейчас я его покажу, 21, с 1 июля 21 года, у нас действует дополнительный перечень обязательств, когда отчеты, декларации, расчеты и так далее, которые вы совершенно спокойно в установленном порядке подали в налоговые органы, могут быть признаны налоговыми органами, не предоставлены. И здесь, к сожалению, у нас, опять же, все замыкается на качество ведения на предприятии кадрового учета в этом случае, потому что налоговики вправе признать расчет или декларацию не предоставлены, если обнаруживают при проведении камеральной проверки какие-то нарушения по типу, ну, например, налоговая декларация подписана неуполномоченным лицом, подписана дисквалифицированным лицом, еще лучше, когда подписана лицом, про которого имеется свидетельство о смерти, что он подписал какой-то отчет после того, как было выписано свидетельство о смерти. Ну, и, к сожалению, самый распространенный вариант это когда отчетность подписывается руководителем, в отношении которого в ЕГРЮ внесены сведения о недостоверности. Чаще всего это возникает тогда, когда, например, руководитель поменял паспорт по возрасту или, например, вступил в брак и изменил фамилию или, например, имеются свидетельства о прекращении деятельности юрлица. Вот в этом случае в ЕГРЮ делается запись о недостоверности сведений о руководителе и потом приходится прикладывать достаточно много усилий для того, чтобы выключить организацию из таких списков. и, к сожалению, еще один момент, по которому может быть признана отчетность непредоставленной, это в связи, вот я сейчас выделю специально этот пунктик, это в связи с тем, что обнаружено расхождение по контрольным соотношениям. Чаще всего такие ошибки возникают при заполнении пенсионных расчетов, то есть РСВ, и, к сожалению, такие ошибки могут возникнуть как из-за арифметических ошибок, так и из-за ошибок, которые связаны с округлением начисленных сумм. И, соответственно, в случае, если налоговые органы предъявляют вам такие претензии, то есть в течение определенного срока после проведения камеральной проверки налоговые органы должны предоставить вам уведомление, что у вас найдено то-то и то-то, и вам дается в этом случае очень сжатый срок для предоставления оправдательных документов, для исправления ошибок и так далее. То есть в этом случае это все естественно плохая организация на предприятии кадрового учета или неправильно составленные документы типа положения об оплате труда, положения правила внутреннего трудового распорядка. фактически это недоработки и косяки кадрового хозяйства. Поэтому на это нужно обращать внимание. То есть как итог можно сказать, что сами технические изменения, то есть новая форма платежных поручений, отправка уведомлений в налоговые органы в связи с объединением фондов, отправка платежных поручений для перечисления налогов, если вы выбрали вариант не обмениваться уведомлениями. К сожалению, эти все факторы, они, конечно, осложняют жизнь и требуют повышенного внимания, но, к сожалению, не так критично, как обычная плохая организация службы или вообще не уделение внимания такому разделу, как кадры, ну и, соответственно, последствия в настоящее время получаются достаточно существенные. Еще хочу напомнить вам про статистику, потому что отчеты в статистику тоже должны сдаваться, нужно пройти на сайт статистики, посмотреть по вашему НН, под какие выборки вы попали, то есть какая отчетность вашим предприятиям должна быть предоставлена, потому что с этого года статистика начала штрафовать реально предприятие, если раньше было так ай-яй-яй, ну пришлите, пожалуйста, хоть по почте, хоть по факсу, хоть как-нибудь, то с этого года штрафы, которые предусмотрены статистикой, получаются за нарушение сроков предоставления отчетности до 70 тысяч, а если такое нарушение обнаружено повторно, то до 150 тысяч, поэтому, как видите, в общем-то, на расчетный отдел бухгалтеров, ну, на кадровиков сейчас приходится достаточно большая нагрузка с серьезными денежными рисками. У нас время уже вышло, немножко больше, чем мы рассчитывали, я сейчас снова вернусь к началу, к нашему титульному листу, и еще раз хочу напомнить наши контакты, и пригласить вас к сотрудничеству, приходите, звоните, пишите, мы будем рады оказать вам любую помощь и будем рады оказаться полезными. На этом компания Кодерлайн возвращается с вами, благодарим за внимание, за уделенное время, всего доброго, хорошего дня. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ